я часто мастурбирую на хорошую погоду я конечно немного перепела и в баночку мне сподмайна заши с собой руслан ханумак твою мать бэдбой бросают тебе вызов я ребят прошлый выпуск собрал 45 тысяч закусенцев вверх на мне лола тейлор не то что вы подумали просто футболка а на столе сгущенка проще говоря это 18 выпуск дурнев смотрит stories филипп киркоров но и 8 миллионов подписчиков еще себе слушаю филипп киркоров он просто всплыл как она последнее время динозаврики динозаврики не знаю почему мне вот филипп киркоров и тищенко это просто два одинаковых типа знаешь такое ощущение что просто в этом возрасте если у деньги ты вот так немножко сходишь с ума и становишься вот таким парнем я конечно не хочу повторяться но вам не кажется что филипп бедросович окончательно поехал кукухой виктория боня 6 и 3 миллиона подписчиков самый тот самый момент ради которого ты держал и работаешь момент когда ты начинаешь фоткаться в зеркале она спортзале накрашенная посмотри максимально что это за косметика которая не смывается потом или она может быть там не потеет когда эндорфины начинают тебе дыть голову и ты чувствуешь ощущение какого-то кайфа и вот мне такое ощущение что виктория боня просто дорожку не бежала по дорожке знаешь а вынюхала ее спортзале ребят похоже это тот момент которого обычно так ждет виктория боня когда накрывают извини ребят марина слепых при семерке 2123 подписчиков эта рубрика ноу-нейм так хорошо так так с собой дальше алкоголь зло что он говорит с этим за руль оформимся синий холесине и снимали это и потом еще и выложили смайлика очень смешно конечно попасть в аварию скажите мы сбили маму с коляской я вижу что нужно что-то особенно интересно лиза дива новичок у нас сегодня 27 тысяч подписчиков на самом деле лиза дива это никита ланин артист синтетического жанра сам себе режиссер кустая локти без тебя расцвела меня легко найти но очень очень сложно потерять если договорился с этой девушкой встретиться где-нибудь в людном месте ты говоришь как я тебя узнаю англию ты узнаешь думай ладно ладно ребят айхов монита правильно прочитал айхов монита 241 тысяча подписчиков новичок в нашей программе анна михеева челябинск скоро пылает фаер статар 23 годика я дружу лишь славы хай шок контент не воспринимайте меня так серьезно вам говорит мне речь заторможенная мне кажется мне заторможенная все мам скажи что-нибудь я вот этот вот человечек это мама ничего вот этот вот челобурик вы имеете жанна жанна она сдавала на права а я на права не сдавала но я я их куплю я их куплю потому что я все знаю ну скажем речь действительно несколько заторможена мама врать не будет знаешь она как будто что-то очень важное хочет сказать и так не торопится потихонечку скажи я же могу купить права поскольку я больше чем ты знаю ну иди ко мне ну не стесняйся камер по моему мама стесняется не камера а то что с дочкой у нее не очень получилось знаешь когда ты еще в принципе молодая и красивая женщина но у тебя все-таки был фейл и это твоя дочь все мяу я только что рыгнула малая зашкварилась за две минуты больше чем я за весь прошлый год это неправда не больше я так понимаю когда ты только появлялась на этот свет было две очереди за сиськами и за мозгами и ты решила не вставать ни в одно поздно поздно уже есть ребят огромное спасибо за то что присылаете все эти stories нашему редактору диме шибаеву он не спит ночами не не драчу в присядку вот вы слышали эту ложь и работает 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 над ними чтобы в итоге получилась такая классная программа таким образом мы создаем ее вместе спасибо вам ребят ваша любимица юлия чайка сто сорок пять тысяч подписчиков финалистка от пацанки до понянки а также участница сериалити пацанки новое життя прошло официально заявляю сегодня на па на жестко это что значит не будет пива с ворок? свинк с**а ее надо не только правильно намекаться но еще правильно говорить наверное довольно правильно была сказано кстати довольно правильно было сказано А что это за директор? Масло-сыр-базы. Свина-б***ь-фермы. Директор масло-сыр-базы. Свина-б***ь-фермы. Почему Юля выпала из реальности 83-го года? Знаешь, что за масло-сыр-база вообще? Ты знаешь, мне кажется, что Юля, когда ей что-нибудь нужно, она обращается к человеку и ставит ему бутылку. До сих пор. Ничего, сегодня еще покушаю, завтра на диету. Можете мои сторис дальше не смотреть. Меня начинают просто вырубать и я несу всякую хуйню. А до этого же была очень полезная, хорошая информация. А теперь, знаешь, ну просто человек вырубает. Давайте. А еще я заметила, когда я много жу, у меня не только вторая борода, чей пятая появляется, но еще нос жирнее. Спасибо проекту за то, что сделал из Юли понянку. Кстати, одна из пацанов выложила отрывок из шестнадцатого выпуска. Дурнив смотрит сторис у себя в инстаграме. И там такое понеслось. Я решил почитать вам некоторые комментарии. Рубрика Дурнив читает комментарии. Хохлова Таисия. Правильно. И сделали. Хоть и весело, зато правда. Сто процентов. Кто он вообще такой, чтобы о ком-то рассуждать и говорить? Он что, Господь Бог? Таким сразу нужно рот закрывать. Это вообще со всех сторон забавно. По мнению Хохловой Таисии, только Господь Бог может прокомментировать что-либо поведение. Юникорн. Молодцы, девочки. Просто у него челюсть отвисла. Экстрасенсы. Как можно было угадать, какой он пьет чай? Вы молодцы. Обожаю вас. Просто и со вкусом. Обосрали. А как они обосрали? Ну, они сказали, что пьешь Нури. А, это просто со вкусом. Ну, я смотрю в комментариях, не все сошли с ума, потому что вот кое-кто пишет. Это старый сториз. Друг Дурнива, в скобках оператор, когда собирал все сториз в программу, он смотрел их. Чай ему налил принцессу Нури по приколу, чтобы Дурнив прореагировал и всем было весело. Блин, черт побери. А ты знаешь жизнь. Наум 1, 2, 3, 4. Галя, правильно. Он меня бесит с детства, когда он работал на ТЭП. Знаешь, такой маленький. Вот так. Блин, ненавижу его. Правильно, во-первых. А во-вторых, робатал. Когда он робатал на ТЭП. Сука, спалился. Чай принцессы Нури говняный. Почему у этих девчонок в подписчиках одни олигархи? Я не могу понять. Знаешь, сидит такая в мехах и просто паш вносит высокогорный чай, собранный руками девственницы. Она такая, блин, этот Дурнив, он пьет это говно. Напишу-ка я в комментариях. Михаил Коломиц. Боже, что это за чепушила возле компа? Девочки, мы его задизлайкаем, если вы нам скажете. Знаешь, есть эти чуваки, которым девочки надевают ошейники и заставляют целовать ступни. Нет. Ты рассказал, ты с женой из-за этого развелся. Некоторым на это смелости не хватает, и они готовы быть интернет-рабами. Я задизлайкаю для тебя кого угодно. И пока пацанки и их прихвостни дизлайкают это видео, самое время поставить закусенец вверх этому выпуску, ведь мы собираем 50 тысяч. Полста! 50 тысяч закусенцев вверх. Кстати, в прошлой серии, несмотря на то, что YouTube ей поставил 18+, и это наложило определенные ограничения на распространение этой серии, вы очень быстро поставили 45 тысяч закусенцев вверх. За это вам большое спасибо. Поэтому тому 45, а этому 50. Давайте поставим их прямо сейчас. Ребят, время немного передохнуть. Лола Тейлор! Которая, кстати, сегодня у меня на футболке. Люба! Ой, не хочу поцеловать всех мужчин мира сразу. 185 тысяч подписчиков Любовь Бушуева. Для тех, кто не знает, это самая известная русская порнозвезда. Кстати, такую футболку, как и десятки других, вы можете элементарно заказать в Дурнившоп. Кроме футболок, мы обзавелись офигительными носками. Просто посмотрите, какие они чудесные. Черные мои любимчики, честно вам скажу. Ну и как всегда, каждую неделю мы разыгрываем любую футболку из Дурнившоп. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно всего ничего. Включите этот выпуск еще раз, найдите самый понравившийся вам момент. Снимите его на камеру вашего телефона, ну или сделайте захват экрана. Как кому проще. Выложите это видео у себя в сторис в инстаграм и отметьте меня. Все, вы принимаете участие в розыгрыше любой футболки из Дурнившоп. А на этой неделе футболку получает автор вот этой вот стори. Он написал на украинском, там написано и, местовые, и, потом пробел, потом запятая. Нам бы пережить друзья с вами, да, эти праздники. Ну и конечно же не обойдемся без специального приза, это еще одна футболка из Дурнившоп. автору вот этого вот видео. Ребят, давайте не забывайте про тех, кто дает Джамалы и не пользуется инстаграмом. Им тоже хочется принять участие в каком-нибудь конкурсе. Для них мы подготовили кое-что попроще. Ребят, подпишитесь на наш канал, оставьте любой комментарий и поставьте закусенец вверх под этим видео. Я напоминаю, мы собираем 50 тысяч закусенцев, поэтому ваше участие очень важно. И все, вы принимаете участие в розыгрыше любой футболки из Дурнившоп. На этой неделе футболку получает автор вот этого вот комментария. Ребят, я ее уже объявил, поэтому давайте к ней вернемся. Любовь Бушуева моя любимая порно-звезда. прям 10, блин, спала в 9 вечера, сейчас сижу, чем, блядь, я занимаюсь? Ху** Это было легко. Что мне всю ночь делать? Ну, не что, генбэнг какой-то закажи. Это как пиццу? Да. Алло, мне нужен генбэнг. И тут чайки на 6. Хорошо, что у меня есть ты. Что это? Ребят, вы наверняка это не видите, потому что мы это закрыли все квадратиками, и тут там у Лолы комоду прикреплен 50-сантиметровый огромный черный член. Ну, то есть, вы помните шарики, которые участники конкурса от Викси засовывали себе в рот? Так вот, этот член такого же размера. Если бы не ты, сказала пиво себе 8 бутылочек. 8 бутылочек? Ребят, это 4 литра пива, а кто присел на бутылку? Я за сухарики с чесночком хотя и с хреном и холодцом душу продам. Да, если ты настоящая русская из глубинки, сколько ты денег не зарабатывай, в какие столицы не переезжай, по каким Европам не путешествуй, за сухарики с хреном и холодцом готова продать душу. Кстати, Люба из Тюмени, помнишь, были такие синие весы? Тюмень. Тюмень. Это все, что я знаю про Тюмень. И еще там из дырок в земле добывают газ и нефть и обменивают их на деньги. Лола просто из своих дырок сразу добывает деньги. Минус этап. Давай вышку, подгоняй. Настолько вот я пропиталась ими. Ну, Котя. Котя тоже, кстати. У обычной традиционной порнозвезды оттуда пахнет селедкой, а у Лолы сухариками с хреном и холодцом, потому что она пропиталась ими. Кстати, это мой натуральный цвет губ. Серьезно нравится. Серьезно? Это натуральный вообще? Это что, бледно-розовый? Это моя игрушка, я и дречу и водочка с соком. Блядь, мне вот так охуенно. Что можно делать в 3 часа ночи? Мы просто проснулись. Просто пьем стаканчик винишка. Подожди, это все в один день происходит? Серьезно заказала 8 бутылочек пива, потом пила водку и соком, а теперь она проснулась и просто стаканчик вина. Лола, остановись, пожалуйста, скоро ты перестанешь влазить в сторис из-за опухшего лица. Я, конечно, немного перепела. Согласна, есть такой грешок. Ну, как бы, ну, сами понимаете, ну, а как? Ну, в Брюсселе человек приехал, отдохнул, что-нибудь, да? Да, нам хайло. Ох, Лола. Знаешь его? Дорогий Олексей Дурнев, я тут в Стамбулі знайшов твою подругу улюбленную. Привет. Ты мне и заходил еще. Даоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Не, Леш, я только с тобой. Лола, большое спасибо. Мне такое ощущение, что у меня с ней роман, знаешь. Это время уже продолжается. Знаете, ребят, одновременно грустно и весело. С одной стороны закончились сториз Лолы Тейлор, с другой начинаются сториз Николая Тищенко. Да, 370 тысяч подписчиков. Люди на отдыхе. Николай так и не понял, какое там слово. Там же что угодно может быть. Нарсянай меня везде, это китайская версия. Там же и залезка у тебя, а там уже на-на-на-на-на-зря. Николай. Это знаменитый крокодей-чай. Это знаменитый крокодей-чай. Крокодей. Это крокодей у него в руках. Я надеюсь, оно его не цапнет. Вы помните о цветочке крокодей? Николай Тищенко, знаменитый украинский ресторатор. Такой красный, с кислинкой, ярко выраженный. По вкусу. Так, дешевле? Не знаю, наверное. Тут дело в том, что написано даже. Ребят, ну а пока вы заварили себе немножечко крокодей, мы продолжаем. Адель Сергеенкова. Нет, не могу понять. Некоторые люди настолько ненавидят свои имена, которыми их назвали родители, знаешь? Адель Сергеенкова. 510 тысяч подписчиков. Мама пятерых детей. Ох, я представляю, какие у них имена. Ох, ты сейчас удивишься, что это мама. Че? 7 февраля стартует мой онлайн-курс по анальному сексу. Если ты ведешь курсы по анальному сексу, откуда у тебя 5 детей? Может, поздно начала. Обычный секс-ребенок, обычный секс-ребенок, обычный ребенок, обычный ребенок, обычный ребенок. И она такая, да что-то не так. А эта дырочка мне зачем? А вот оно что. Я-то. Стартует мой онлайн-курс по анальному сексу. Кто хотел подарить своему любимому супер-подарок на 14 февраля? Знаешь, да. Ребят, действительно скоро 14 февраля. И на 14 февраля нет ничего лучше на подарок, чем футболка «Любовь» из Дурнившоп. Но, собственно, представляешь, ты приходишь такой, у тебя день рождения, а тебе мать пятерых детей говорит, дорогой, я тебе. Хочу кое-что подарить. И ты такой, что это, блютуз-колонка? Нет, просто можешь меня трахнуть в то место, откуда я какаю. И ты такой, ну нет, спасибо, можно потом. Вдруг расстанетесь, знаешь, и забудется. Кто хотел подарить своему любимому супер-подарок на 14 февраля и 23 тоже? А, это и на 14, и на 23? Кстати, удобно. Знаешь? Отстрелялась. Отстрелялась, да. А как эти курсы выглядят? Надеюсь, она не устроит конкурс «Битва аналов», потому что это YouTube точно не разрешит размещать. Всем привет! Моя мама участвует в конкурсе «Битва аналов» и ногу. Маме, да пусть будет. Девчонки, для участия в курсе нужно будет кое-что прикупить. Вот, анальная витринка. Анальная витринка есть? Оказывается. Ну знаешь, как продуктовым? Колбасное делал. Что, сыр? Бакалея? Что-то анальные дела. Что-то возьмите с собой, не знаю. Ха-ха-ха-ха. Ну а дальше. Маша, давай! 372 тысячи подписчиков. Блока секси. Маша, давай. Блин, у каждой 500 тысяч. 370 тысяч. Ребят, вы, кстати, очень круто поподписывались. В прошлый раз, когда я сказал, что буду очень радоваться, подписалось 1015 человек сразу на мой аккаунт. Вот он. И я действительно радовался вот так. Ха-ха-ха-ха. Вот так я радовался. Ну а для тех, кто еще не подписался, я предлагаю все же сделать это. Потому что каждый раз, когда кто-то подписывается на мой аккаунт, я испытываю что? Микрооргазм. Это ты сказал. Ребят, тем не менее, Маша, давай. 372 тысячи подписчиков. Блока секси. Я Маша Арзамасова. Журналистка и писательница. Это она, по-моему, однажды с девчонками выясняла, кто от чего пукает. Помнишь? Да, я помню это. Но там как-то так и не выяснилось, кто от чего пухнул, по-моему. Я вчера на лекции в Киеве говорила, что я часто мастурбирую на хорошую погоду. Да, еще один преподаватель. Нужные знания между нынче в моде. Ну вот вроде пасмурно, а хоп, и солнце вышло. И попросила ребят сделать солнце в Киеве. Смотри. У-ху! Ребят, это гидромедцентр, который мы заслужили. 2019 год. Теперь никто не смотрит на воздушные массы, которые двигаются по поверхности планеты. Достаточно просто немного подвигать рукой там. Ну там. Важные, там, доклад ты готовишь, там, или вот тендер делаете, вот еще вот это все нарастает, нарастает совещание, блин. И очень тяжело выдерживать этот стресс. Пожалуйста, есть очень легкий способ снятия стресса. Мастурбация. То есть смотри, человек сел в самолет в Москве. Прямого сообщения нет для тех, кто не знает, по определенным причинам. Нужно сначала прилететь в Минск, там подождать несколько часов, потом сесть на самолет в Минск-Киев, в аэропорт Борисполь, прилететь, сесть там в такси, проехать 40 километров в центр города, заселиться в гостиницу, там помыться, переодеться, надеть платье на себя, накраситься. Потом сесть в еще одно такси, приехать в лекторий, соберутся люди, и после этого ты должен им сказать, что если вы хотите немного расслабиться, вы можете мастурбировать. Серьезно, блять, что? Почему никто не записывает? Есть очень легкий способ снятия стресса. Мастурбация. Желательно в присядку. Ребят, ну что за день? Сегодня Леся Никитюк, 2,5 миллиона подписчиков, уже что? У Леси Никитюк добавилось 500 тысяч подписчиков примерно с лета, полмиллиона. Потому что в вечере все богини трасс ходят в баню. Богиня трасс! Абы відновити свои м'язи, після важкого катання. Кумарже. Блин, как ей так удается, вот любое вообще сообщение делать, и сразу смешно, хохотач. Знаешь, какой-то полный джингл бэлс получается. Проведным бизнесменом Луцька. И сейчас он пригощает нас всех пуншом. Да, Андрюшенька? Я буду три. Я буду три, пожалуйста. И в баночку мне спод майонеза, что с собой. Конечно! Ребят, ну те, кто смотрит нашу программу давно, знают, что Леся любит все бесплатное. Здесь даже нечего комментировать. Ну, конечно, вспомни про Владоса, вот и он, Владос Мирос. 683 тысячи подписчиков. Ребят, я напоминаю, Владос Мироса 683. Влад Миров. Энергичный и харизматичный. Парадист, юморист, видо парень, а внутри? Правда ли? Блин, такая толстая стала, такая счастливая. Голубые трусики, по цвету тусики. Прокладка, чтобы думали, что Мессики, чтобы не ебаться. Ребят, такая жизнь, не правда ли? На самом деле, он очень хороший, позитивный, значит, подругой болтали, уморя. Он как будто, типа, показывает самых худших женщин. Он, как бы, и как мужчина не состоялся, и при этом стал самой поганой женщиной, знаешь? Мессики, чтобы не ебаться. Что? Просто. Девочки, не будьте такими. Ребят, срочно, проблема. Что ты сказал? Ребят? Я начинаю облизать на лице, что делать срочно. Прямо сейчас не пишите в директ. Что мне конкретно сейчас сделать? Пожалуйста, ребята, кто в теме, кто знает, на отдыхе и буду еще месяц. Что он сейчас делает? Надрочит себе в руку и намажется? Просто, понимаете, обильные питьевые свечки в жопу вообще никак не помогают. Ребят, кто написал ему в директ, поставь свечки в жопу? Приспект, чувак. Приспект. Удивительно, но это не помогло. И где-то заплакало маленькое бешенство Машки. Я начинаю просто сильно паниковать, переживать и заниматься теми вещами, которые, как бы, это немножечко противоречат моей этике. Я ничего не понял. Он сейчас выковырил за соплю и намазал себе ее на лоб. Это второй кандидат на вывывание из нашего жопа. Да. А, кстати, он стал утомлять, наверное. Ну, просто, ребят, вы понимаете, да, проблему? Слава богу, это закончилось. Серьезно, давай без него в следующий раз. Ребят, Хелен Йес, Елена Сажина, яркая блондинка, самая веселая мама двойняшек Миланы и Алины, 2Г, актриса, модель блогер, 2,1 миллиона подписчиков. Ребята, вы такие добрые, просто такие задания. Это без проблем. Лицо в песок. Зай, тебе тоже падает. Давай сюда, бегом. Иди сюда. Так, ну что, готовы, дети? Давай. Какой-то новый вид семейного отдыха блогеров. Руслан Ханумак, ёб твою маль, присмотрись вот к этим людям. Это хотя бы смешно. Медоед.стайл, 26 и 9 тысяч подписчиков. Рубрика No Name, папа Медоед. Просто лучше, я Медоед и мне на все похер. Сотрудничество. Мне нравится, что у каждого этого человека есть какое-то сотрудничество. Какое, блядь, сотрудничество может быть? Ты сопли себе об лоб вытираешь. Да? Все туалеты заняты. Зай, как у тебя вообще, нормально? Да. Отлично. А, все, да? Сотрудничество, знаешь? Какой-то, давайте, йогурт вам прорекламирую, еще что-то. Между, знаешь, тут жена в детский туалет какает тут. Так он в этот момент тоже сидит, сырёт, ты понимаешь? А, он тоже? А, супер. Мы же траванулись. Ребят, ваш любимчик, Гительман Руслан. Блогер Республики Хакасия, города Черногорска. Этот город жирным шрифтом нанесен на карту России. Сейчас вы узнаете, почему. Здравствуйте, привет всем. Сегодня бросаю вызов Бэтбою. Бэтбой, бросаю тебе вызов я. По поеданию банки сгущенки. Благ, здрав, радости, удача. Ты не сможешь здесь сгущенку быстрее, чем я. Я очень переживаю, что он сейчас воткнёт в себя просто этот ключ. Бэтбой, попробуй. Ну, ты не сможешь здесь быстрее сгущенку. Вообще балдёжную. Балдёжную сгущеночку? Дим, ну у меня нет ключа. Блин, такая вкусная, кстати. Так, давай, дай мне... Кудомер? Нет, дай мне какую-то тарелку подставить. Или что-то вот большую, белую. Ну, Дима, ну и пожалуйста. За дикое возбуждение. Так, ребят. Дело в том, что наша программа никогда не стояла в стороне. От инстаграм-тренда. От инстаграм-тренда. Поэтому... Так, а что там, за сколько? Поехали. Это отвратительно. Блин, оно такое сладкое. Вкусно. Ох уж, республика Хакасия. Город Черногорск. Брошаю вызов. Добавляю бэнк изгущенки Бэтбоя. Я сейчас, знаешь, что не могу понять? Дело в том, что я не Бэтбой. Что вообще произошло? В какой момент мы решили, что я это должен сделать? Мы решили, что я это должен сделать. И еще, Дим, ты не мог бы выделять немного больше бюджета? Потому что сейчас, по-моему, я поел какое-то пальмовое масло с сахаром. Ребят, Кирилл Скачков. Ю Капкейк, 256 тысяч подписчиков. Конец. Понимаете, просто раньше Кирилл, например, сидел на унитазе и комментировал какую-то телепрограмму. Еще что-то. То есть, само по себе хождение в туалет не являлось самым главным событием. Сторис. А теперь все. Конец. А у нас закончили сторис. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok